В итоге итальянцы получают даже 100 баллов, они набирают 99,29 за свою произвольную программу на льду. Сейчас немецкая пара Аннабель Прольс и Рубен Бломайерт. Пара практически нам неизвестная, хотя бы потому, что партнерши всего-навсего 14 лет. Естественно, они только в этом сезоне получили возможность выступать уже в соревнованиях взрослых. Их произвольная программа на музыку из кинофильма «Пятый Карибского моря». И вот сейчас, смотрите, 50 и 66 – это оценка, которую получили за технику итальянцы. А вот сейчас будет расти по ходу их выступления оценка немецкой пары. Ну и пока у них все складывается довольно неплохо. Неплохо выполняли они тройную подкрутку, выброс тройной сальхов. Сейчас исполнили каскад, тройной и двойной тулуп. Не лучшим, правда, образом, но тем не менее. Параллельный двойной аксель исполнен. КОНЕЦ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну вот видите, они набрали за технику, за 12 технических элементов, которые оцениваются почти на 7 баллов больше, чем итальянцы. Надо сказать, что вот эта немецкая пара, она в прошлом сезоне выиграла взрослый чемпионат Германии. Но из этого следует только то, что Алена Савченко и Робин Шелкова на этом чемпионате не выступали. Ну и следует также тот факт, что в настоящий момент, кроме Савченко и Шелкова, в Германии пока пар высокого класса мы не видим. Каковы перспективы этой пары? Надо говорить преждевременно, поскольку еще раз скажу, что партнерша всего-навсего 14 лет. Что будет с этой парой через год, через два? Сумеют они прогрессировать. Вот тогда и можно будет говорить о их перспективах. Вот то, о чем я говорил, их сумма за технические элементы потихонечку снижается. Уже 55 и 58 сотых. Это связано с тем, что каскад тройной из тройного и двойного тулупа... Арбитры определили, что тройной тулуп был недокручен. И сразу же оценочка становится меньше. Ну и выполненный этот каскад был не лучшим образом. В этом сезоне они неплохо выступили на турнире в Оберсдорфе. Заняли там четвертое место. Ну и там показали результат 103,14 балла. А этот результат пока их личный рекорд в произвольной программе. Ну оценки за компоненты программы где-то в районе 6 баллов средняя. 103,44 балла, но это лучше, чем их бывший рекорд в произвольной программе, что уже само по себе можно рассматривать как положительный момент. Продолжение следует... Продолжение следует...